Не менее 19 человек погибли в Египте. В результате железнодорожной аварии десятки пострадали. Инцидент произошел в провинции Бухейра к северу от Каира. У пассажирского состава на ходу отцепились два вагона. В них врезался товарный поезд, который шел следом. На месте идет спасательная операция. Как стало известно нашим корреспондентам, разработан проект реконструкции моста через Припять в Житковичском районе. На месте работают строительные бригады. Пока функционирование временное, переправы полностью остановлены. Реку всковал лед и переправляться на лодках стало опасно. Как решается проблема с доставкой людей на Туровский молочный комбинат, нам рассказала директор предприятия Ольга Луцко. Часть сотрудников размещена в городе Туров. То есть мы снимаем гостиницы, агроусадьбы, комнаты у населения. Оставшаяся часть людей вахтовым методом. И подвоз организовали через Мозырь. Паники никакой нет. Работа предприятия не сорвана. Сильные снегопады обрушились на север Китая. Основной удар пришелся на провинцию Зелинь. Там транспортный коллапс. В регионе закрыты все скоростные автомобильные шоссе. Работу приостановил аэропорт города Чанчунь. Администрация не справляется с расчисткой взлетно-посадочной полосы. Задержаны более сотни рейсов. Десятки были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. В Минске проходит заседание контактной группы по Украине. Обсуждают соблюдение перемирия, восстановление инфраструктуры. Центральная тема – обмен пленными. Речь также идет о подписании Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. Теперь самопровозглашенные ДНР и ЛНР рассматриваются Киевом как временно оккупированные территории. И это последние новости к этому часу. До встречи.